Я исполню, покажу небольшую композицию по стихам и прозаическим отрывкам из любимого, обожаемого Феликса Кривина, из книг «Подражание театру и геоцинтовые острова». Многие знают эти тексты. Композиция она сложилась впервые и называется «Одуванчик летит по орбите». Так слышно, когда я разговариваю? Говорят, что в самом конце Дон Кихот все-таки женился на своей дольтине. Они родили Росенанта и купили себе козу. Коза дает два литра молока в день. Впрочем, это, говорят, не предел. Говорят, бывают такие козы, которые дают в день до трех литров. Впрочем, это только так. Говорят, Санчо Панцир – трезвый человек. Человек не сердца, а расчета. Вот уже подряд, который век Ходит на могилу Дон Кихота. И уже не вредом, не игрой И обернулись мельничные крылья. Старый рыцарь – это был герой, А сегодня он лежит в могиле. Был старик до подвигов охотчь, Не в пример иным из молодежи. Он старался каждому помочь. А сегодня кто ему поможет? Снезены доспехи на чердак, Замки перестроены в коробу. Старый рыцарь – это был большой чудак, А сегодня мыслят по-другому. Видно, зря Идалька прожил века, Не стяжал он славы или дарь. Санчо Панцир – трезвый человек, Плачет на могиле Дон Кихота. Было тихо, было темно, За окном в тишине светились Желтые зрачки звезды. В темноте за окном притаились Какие-то шорохи. И мышка сказала, Когда я буду большой, Я обязательно стану кошкой. Мушкетеры. Праздники, задиры, смельчаки, Слово, настоящие мужчины. Молодеют в зале старики, Женщины вздыхают беспричинно. Корбятся почтенные отцы Их мечты, увы, не так богаты, Им бы хоть бы раз Свести концы не клинков, А собственной зарплаты. Но залет и в дивная страна Распрямляет согнутые спины, Потому что женщина-жена Хочет рядом чувствовать мужчину. Бой закончен, выпито вино, Мир волшебный скрылся за экраном. Женщины выходят из кино, Каждая выходит с Дертаньяна. А ящерица всегда помнит о том, Что она ближайшая родственница крокодила. Всем известно, кому из прочитанных книг, А кому просто так, по наслышке, сторонкой, Как бродяка понурка, Весельчак и шутник, Утопил всех баранов купца Как дешевок. После споров недолгих С надменным купцом, Он купил вожака, Не скупясь на расходы, И пустил его за борт, И дело с концом, И все, стадо послушно попрыгало в воду. Ну и зарялеще было, И часто потом вспоминал этот скучий Панут за стаканом, И смеялся филозом, Тряся животом, вспоминая, Как падали в воду бараны. Но одному молчал он, Одно не сказал, Об одном он не вспомнил Застольных беседок, Как в едином поры, Тогда, сгоряча, Чуть не прыгнул он сам За баранами следом. Он, придумавший этот веселый китрюк, Испытал на себе эти адские муки, Когда ноги несут И цепляясь за крюк, Не способны сдержать их разумные руки, Когда знаешь и помнишь, Что ты не баран, А что ты человек, И к тому же философ. Разумные руки не мяют от ран, От жестоких сомнений И горьких вопросов. А теперь он смеется, Бродяга к мельной, А теперь он хохочет до слез, До упада, Но однако спешит обойти стороной, Если встретит случайно На улице стадо. Хочется вмешаться, Хочется встать и крикнуть, Люди, остановитесь, Опомнитесь, Что вы делаете. Но потом сам опомнишься, Поудобнее поустроишься в кресле И продолжаешь наблюдать. Интересно, Чем это кончится? Сколько нужно порывов темных, Чтобы разум один заменить? Сколько нужно иметь невиновных, Чтобы было кого обвинить? Сколько немощи для здоровья? Сколько горечи, чтобы слазить? Сколько нужно иметь всходно крови, Что в одном заменила страсть? И победы совсем не победы, И блестящие лады твои, Ни к чему себе рыцарь бедный, Дон Жуан, Дон Кихот любви. Сколько крика нужно для шепота? Сколько радости для печали? Сколько нужно позднего опыта, Чтобы жизнь была, как в начале? Сколько всего, что хочется, Когда хочется так немного? Сколько нужно иметь одиночество, Чтобы не было одинок? Крохотные частицы летят, Оторвавшись от Солнца. Большие планеты не могут от него улететь, А крохотные частицы улетают. Откуда у них эта смелость, Вернее, даже дерзость? Ибо смелость малых принято называть дерзостью. Может, они не понимают Закона всемирного тяготения? Может, и не понимают. У них нет ни большой массы, Ни веками обжитых орбит, Благодаря которым планеты вертятся около Солнца. И потому они летят, И несут на себе свет, И зажигают над землей северное сияние. Адувальчик летит, порбит, И плетя за кольцом, кольцом. Адувальчик летит, порбит, И ветер хлещет ему в лесо, И пушинки его, как снежинки, Под зелким ветром дрожат. Адувальчик летит, порбит, И звездные годы вокруг кружат, И грубые грозы, и звездные годы вокруг кружат. Но солнце греет его, А звезды ему освещают путь. И ветер тоже вроде погубный, Справимся как-нибудь. И бездны вроде не так бездомные, Ночи не так темны, Адувальчик летит, порбит, И видит такие разные спы. Адувальчик летит, порбит, И плетя за кольцом, кольцом, И тело ему наливается Холодом и свинцом, И смертью, и страхом смерти, И страхом за этот страх. Адувальчик летит, и вечность Сжигает его на костра, И вся эта звездная млечность Рябит у него в глазах. Но солнце греет его, Звезды ему освещают путь. И ветер тоже вроде погубный, Справимся как-нибудь. И бездны вроде не так бездомные, Ночи не так темны, Адувальчик летит, порбит, И видит такие разные сны, И страшные сны, и прекрасные сны, Которые просто смешны. Адувальчик летит в орбите, Адувальчик летит в орбите, Он несет свою жизнь Сквозь безбрежную смерть, И мгновенье свое сквозь печень. Адувальчик летит, продолжает лететь, Смелость это и беспечность.